Добрый вечер! Эфир телеканала Катунь-24 продолжает блок новостей. Меня зовут Антон Скаль. Начнем с главных тем. В ожидании весны, когда на Алтае наконец придет теплая погода и мы сможем убрать в шкаф зимние вещи. Прогноз синоптиков в выпуске. Более тонны одежды, 400 наборов бытовой химии и личной гигиены собрали волонтеры для пострадавших от паводка, где в Барнауле принимают гуманитарную помощь. Трагедия, которая затронула сердце каждого сегодня день памяти жертв теракта в петербургском метро. Начнем выпуск с новости национального масштаба. Сегодня в России вспоминают жертв теракта в петербургском метрополитене. Напомним, ровно год назад на перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт прогремел мощный взрыв. Устройство сработало во время движения поезда в одном из вагонов. Тогда на станцию прибыл уже искореженный состав. Люди в панике покидали вагон и платформу. Другие бросились разжимать двери поезда, чтобы спасти запертых в вагоне пассажиров. В тот день жертвами теракта стали 16 человек. 49 были госпитализированы. В числе пострадавших были и уроженцы Алтайского края. Семья Зяблицких из Барнаула. Бабушка с внучкой чудом выжили. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сегодня сообщила. Следователи раскрыли всю цепочку причастных к теракту. По ее словам, теракт совершили участники радикального исламистского сообщества. Барнаулец Герасим Григорьев, который заразился лихорадкой деньги, уже больше двух недель борется за жизнь в госпитале Таиланда. Состояние Барнаулеца по-прежнему тяжелое. Он в медикаментозной коме. Родственники обращались в Министерство иностранных дел. Там им могут помочь только в случае транспортировки, предоставить технику и сопровождение медперсонала. Оплата в таком случае ляжет на плечи семьи Герасима. Однако из Таиландского госпиталя Барнаулеца выписывать отказываются. По мнению врачей, транспортировка крайне опасна для жизни. В больнице предварительный счет выставила. Получилось около 900 тысяч бар. Ну, на нас может быть миллион семьсот тысяч. Мы не сможем оплатить этот счет. Я выставила квартиру на продажу. Вариантов больше никаких нет. Будем пытаться где-то помощи от кого-то, может быть, в центры какие-то благотворительные обращаться. Родственники Герасима организовали сбор средств. Подробную информацию и реквизиты для пересчисления вы можете найти в группе во Вконтакте. Шесть домов в Алтайском крае остаются подтопленными. По последней информации, вода стоит на 430 приусадебных участках в 32 населенных пунктах. Вода остается в 11 районах края. Среди них Краснощоковский, Усть-Пристанский, Петропавловский, Советский, Шипуновский. На местах дежурят спасатели. Более 1300 человек ликвидируют последствия разбушевавшейся стихии. Сложенная работа сотрудников МЧС и властей помогает оперативно оказывать помощь при паводке. Яркий пример – Шипуновский район. Там в зоне подтопления находятся шесть населенных пунктов. Среди них села Ельцовка, Ясная Поляна и Тукозвонного. Ранее под водой оказали 62 жилых дома, в которых проживают около 180 человек. Все местные жители обеспечены бутилированной водой и продуктами питания. На местах организована медицинская и психологическая помощь. В этом нет никаких сомнений. То есть то, что нужно будет решить на уровне федерации в связи с объявлением чрезвычайной ситуации, мы как депутаты государственного дома готовы подключиться и повлиять на то, чтобы не было у нас ни одного забытого из тех, кто попал в зоне подтопления. Уровень воды реки Чарыж сейчас ниже критической отметки. Как сообщают специалисты, он нестабильный. То поднимается, то опускается. Поэтому есть вероятность повторения ситуации в дальнейшем. А вот на некоторых реках Алтайского края наблюдается снижение уровня воды. Об этом сообщается в Алтайском гидромедцентре. Итак, давайте посмотрим, как сильно ушла вода за сутки. Уровень реки Аллей в районе Рубцовска опустился на 31 сантиметр. Убывают и Чарыж, Катунь, Бия. А вот Обь в районе Камня-Нааби поднялась на 57 сантиметров. На 12 в районе Барнаула на 6 вблизи Усть-Чарыжской пристани. Тем, кто пострадал от паводка, неравнодушные жители нашего региона собрали более тонны детской и взрослой одежды. 900 комплектов постельного белья, 400 наборов бытовой химии и личной гигиены. Гуманитарную помощь продолжают принимать в центрах социального обслуживания. Помочь пострадавшим от паводка можно через Алтайское краевое отделение Российского детского фонда. Также в Барнауле гуманитарную помощь принимают в комплексном центре города и его филиалах, адреса которых вы видите на своих экранах. А теперь о погоде. По сообщениям синоптиков, апрель по температуре и количеству осадков аномальным не будет. Какая температура ожидается на ближайшие дни, узнаете прямо сейчас. Подробнее о погоде на ближайшие дни нам сейчас расскажет Серых Людмила Юрьевна, начальник отдела по гидрометеообеспечению Алтайского гидрометцентра. Здравствуйте, Людмила Юрьевна. Здравствуйте. Расскажите, ждать ли нам тепла в ближайшие дни. Да, в период 4 по 7 апреля район Алтайского края будет находиться под влиянием антициклона, с которым становится преимущественно без осадков и спокойная погода. Лишь 4 апреля местами еще в восточных районах пройдет слабый снег. Такой тип погоды будет способствовать ночные и утренние часы образованию изморозей и тумана, а также сильной гололедицей на дорогах. Температура воздуха в ночные часы в основном будет колебаться от минус 5 до минус 15, но уже 6 и 7 апреля столбики термометров приблизятся к нулю. В дневное время температура также пойдет у нас на повышение. И 6 и 7 апреля, когда район Алтайского края будет находиться уже в западной теплой периферии антициклона, температура воздуха повысится до плюс 8-15 и в предгорьях до 15-20 градусов тепла. А вот в связи с чем такое потепление будет? Дело в том, что на район Алтайского края будет поступать более теплый воздух из районов Средней Азии, который как раз и принесет мощное тепло. Спасибо, Людмила Юрьевна. Надеемся, что погода нам больше не преподнесет неприятных сюрпризов. Общественным инициативам в Алтайском крае дали зеленый свет. С одобрения губернатора в регионе началась работа по реализации предложений краевого отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию». В фокусе внимания 34 мероприятия по широкому спектру вопросов в числе приоритетных качества жизни граждан, экономика, образование и экология. Так планируют расширить территорию Государственного природного заповедника Тегерекский в Чережском районе, Краснощоковском и Куринском районах. Серьезную работу проведут по оказанию всесторонней помощи инвалидам от занятости до медицинских услуг, а еще по поддержке предпринимательства и другим направлениям. Другим темам. Каким будет облик городов и сел Алтайского края через несколько лет? Этот вопрос губернатор Александр Карлин обсудил с руководителями предприятий строительного комплекса региона. На совещании отметили главная цель – уйти от точечных застроек к системному развитию архитектурного облика и особое внимание уделить современным подходам к жилищному строительству. Строится задача. Мы не просто должны построить жилье, в том числе и точечным образом его разместив в районах уже сложившейся исторической застройки. Как мы будем удовлетворять потребности людей? В социальных благах, образовании, здравоохранении, культуре. Мы должны сразу в комплексе эти вопросы оценивать, принимая решения о начале строительства, о выдаче соответствующих разрешений. А не тогда, когда мы воздвигаем эти объекты, продаем на этапе фундамента это жилье, а потом мы уже начинаем осматриваться вокруг. Сэкономить этой зимой на отопление удалось жителям одного из Барнаульских домов. И все благодаря высокотехнологичному фасаду, уникальному для нашего региона. Подробнее об этом расскажет Полина Жданова. Раньше у нас под обоями собиралась вода, сейчас этого нет. Теперь будем заниматься ремонтом. Раньше смысла не было его делать. Сквозь эти же щели в стенах выдувало тепло, а вместе с ним и крупные суммы денег за отопление, рассказывают жители дома на улице Попова, 26. Суммы в квитанциях ежемесячно росли, а в квартирах все равно было холодно. Фасад дома стремительно разрушался, и когда чаша терпения переполнилась, собственники обратились за помощью к региональному оператору фонда капитального ремонта. Мы собрали собрание, потому что у нас все швы были пустые, цоколь пустой был. И собрали, переговорили, жильцы поддержали, собственники, что надо сделать. Я думаю, что они не довольны сейчас. Теперь в квартирах тепло и сухо, можно спокойно делать ремонт. Работы по утеплению фонду капитального ремонта и жильцам обошлись более чем в 14 миллионов рублей. Из них 700 тысяч – средства собственников. Технология дорогостоящая, но затраты окупились с лихвой. Каждый месяц жильцы экономят на отоплении до тысячи рублей за счет дополнительного утепления стен. Подвал также утеплили, а внешний фасад дома стал ухоженным. От новостройки практически не отличить. Главная особенность – облегченный каркас конструкции. С таким фасадом, по словам специалистов, дом простоит еще сто лет. Смещая точку, скажем так, красы, вот эту грань промерзания, в наружный слой, либо даже в теплоизоляцию, то есть смещая, то есть стена перестает разрушаться. Это очень важно. То есть примерно в три раза увеличится срок эксплуатации здания. Кстати, эта технология отечественная. Ее изобрели и впервые начали использовать в Новосибирске. В Алтайском крае это первый опыт использования энергосберегающего фасада. По заявкам собственников, региональный оператор фонда капремонта планирует и дальше устанавливать подобные фасады на других многоэтажках. К слову, по программе фонда в крае только за прошедший год отремонтировали 334 многоквартирных дома. А в этом году запланирован ремонт еще более 300 домов. Полина Жданова, Сергей Балуев. Новости. Провести анализ главных экономических событий 2018 года и дать ключевые прогнозы. С такими задачами в Барнаул приехал один из ведущих российских финансовых аналитиков Николай Коржаневский. Компания «БКС Премьер» выступила организатором конференции в краевой столице, где Николай смог поделиться своими знаниями с гостями. Рассказать о тенденциях мировой экономики и показать место России в макроэкономических процессах – это главные вопросы, которые обсудил с барнаульскими бизнесменами и руководителями предприятий аналитик Николай Коржаневский. По его мнению, наша страна была и остается частью глобальной экономики, даже несмотря на санкции. Главные вызовы у нас все-таки внутренние. Это вопрос того, что мы очень хорошо реформировали после кризиса 2014 года такую финансовую макроэкономическую сферу. У нас теперь есть плавающий валютный курс, у нас есть бюджетное правило, более-менее строгая бюджетная политика, но у нас очень много неэффективности на микроуровнях. А микро – это только с точки зрения, так сказать, теоретической экономики. На практике какие-нибудь крупные корпорации – это тоже микроуровень. И неэффективность в крупных корпорациях – это такая наша потенциальная сила. Организатор конференции – БКС-премьер. Компания с года в год проводит крупные деловые мероприятия в краевой столице, приглашая в качестве экспертов ведущих экономистов России. Это очень правильно, я считаю, потому что мы видим сейчас, что эпоха депозитов каких-то привычных финансоинструментов, она уходит уже вдаль, скажем так, это вчерашний день. И те инструменты, которые предлагают большинство банков, в них очень сложно разобраться, так вот, что называется, с первого раза. Представители БКС-премьер рассказывают подобные конференции – отличная возможность для людей, работающих в финансовой сфере, разобраться в главных тенденциях современной мировой экономики. Елена Заздравных, Владислав Киренко, Сергей Балуев. Новости. Место встречи патриотов в Барнауле прошли внутривойсковые сборы соревнования по тактической подготовке среди казаков и казачьей молодежи. В руках макетов томата Калашникова, в глазах никакого страха в соревнованиях. Участвуют члены казачьих патриотических клубов. Те, кто в будущем будет стоять на страже порядка. Это школьники из Алтайского края, Новосибирской и Омской областей. В программе соревнования по скоростной тактической стрельбе с использованием лазертак оборудования, отработка упражнения встречный бой и круговой тир. Это упражнение я выполняла первый раз. То есть самая сложность была в том, что сориентироваться и представить это. Мне нравится эта пара правде. В одном клубе я окажу два клуба, я являюсь командиром. Но у меня брат военный, вот так получилось. В Брановской лесной сказке родились ягнята. Об этом работники зоопарка сообщили в группе во Вконтакте. Малыши уже окрепли, но от мам овец далеко не отходят. Цитата. Не упустите возможность полюбоваться на знакомство нарожденных ягнят с окружающим миром. Эти нежнейшие создания никого не оставят равнодушными. Конец цитаты. У меня на этом все. Итоги этого дня подведем вместе с вами в 20.30. Не переключайтесь.